Живое слово, оно всегда уместно, особенно когда речь идет о поэте, потому что недаром говорится, что оружие поэта – слово. Неведомый избранник. Мероприятие с таким названием, посвященное 200-летию со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, прошло в стенах Центральной библиотеки Ивангорода. Дань уважения этому человеку отдавали и его современники, и исследователи его творчества в нынешнее время. И все они сходились в одном, что талант Лермонтова был безграничен. Даже есть такая, я забыла, сказав, признаюсь сразу, такая как бы мысль, что если бы Лермонтов прожил столько же, сколько Пушкин хотя бы, если уж не больше, то еще неизвестно, кто бы солнцем русской поэзии был. Я не буду давать оценок этим высказанным, тем не менее, так вам не буду. В монологе размышлений, а именно так назвала свое выступление гостья из Петербурга, она рассказала о жизненном пути поэта, об особенностях его творчества, о его характере и взаимоотношениях с окружающими его людьми. Лермонтов просто, видимо, прочувствовал свою судьбу. Он действительно говорит, я раньше начал, кончу ранее, что тут имеется в виду? Может быть, он знал, что он уйдет молодым? Я не хочу тут какие-то мистические разводить разговоры, но, тем не менее, есть ряд книг, я бы вам и авторов могла назвать, но сейчас у нас немножко другая задача, которые свои книги строят на тайнах Лермонтова. Тайна гибели Лермонтова, и я уже в другой хронологии, тайна его творчества, тайна его гения. Школьники узнали о том, как на творчество поэта влияли различные жизненные ситуации, в которых он оказывался. Воспитание, любовь, служба в гвардии, смерть Пушкина, дуэль, участие в войне на Кавказе. Эти события находили место в его стихах и прозе. Зашел разговор и о трагической гибели поэта на дуэли. Елена Шибитова отметила, что в этом вопросе, прикажущейся о простоте, много как мистики, так и неясностей. Во всяком случае, страшная вот эта рана, которую Мартынов нанес Лермонтову, разворотила в бок и все, что там угодно, она дала повод уже в 50-е годы прошлого века, 1900, некоторым исследователям, белорусским, по-моему, говорить о том, что, а не был ли там случайно в кустах кто спрятан, и не пальнул ли он Лермонтова. Когда мероприятие подошло к концу, Елена Шибитова посетовала на то, что эта тема неисчерпаема, и она готова была бы еще рассказывать о жизни и творчестве выдающегося поэта России. Директор библиотеки Ивангорода Анна Скрипник поблагодарила ее и выразила надежду, что эта встреча не последняя. Елена Афанасьева, Игорь Евсиенко, телеканал Ореол.